В парке Гагарина залили черновой слой будущего катка. Если устойчивые морозы не оставят Самару, то катки в парках Гагарина, Дружба, Металлургов и Победы будут готовы принять гостей уже к 15 декабря. Самарцам рассказали, как выбрать искусственную елку. Необходимо обратить внимание на ее качество. Если хвоинки выпадают, то лучше отказаться от товара. Присутствие интенсивного химического запаха также ставит под сомнение безопасность. Добросовестный продавец обязан предоставить информацию о производителе и сроках годности. В Самарском районе прошел обучающий семинар «Мой дом» для председателей МКД, ТСЖ и активных жителей. Обсудили содержание территории, прилегающей к домам, безопасную эксплуатацию газового оборудования и использование приложения «Госуслуги дом». Самарские ученые разработали онлайн-калькулятор для диагностики опасных состояний, связанных с депрессией. Это онлайн-приложение, которое оценивает степень тяжести психических расстройств, связанных с недугом. Выявление депрессивных состояний на ранних стадиях поможет предотвратить развитие заболеваний. Сегодня в областной столице назовут победителей конкурса «Мистер и мисс студенчества Самары-2023». Финалисты 10 девушек и 10 юношей сразятся за главные титулы. Участники покажут свою красоту в дефиле, продемонстрируют ум в интеллектуальном этапе и попробуют покорить всех своим талантом на открытии конкурса. В Самарской детской картинной галереи открылась выставка «Клотты и Щербачева. Семейные портреты на фоне города». Посетители могут увидеть портреты и вещи из личных архивов. Атмосферу Самары конца XIX – начала XX века создают авторские куклы. Подробности в программе «События» на телеканале Самара ГИС.